Острый земельный вопрос подняли жители Боровлян и поселка Опытный, населенных пунктов под Минсков, обратившись на горячую линию ОНТ. Они отстаивают 5 гектаров леса. Территория нужна под строительство школы и детского сада. В очереди уже 5000 ребят. Цель вырубки благая, но люди утверждают, можно найти другое место. Алексей Крякин выяснял, так все-таки рубить или нельзя запретить. Жители Боровлян и поселка Опытный, он к Боровлянам примыкает вплотную, уже несколько лет хотят спасти от вырубки 5 гектаров леса. Используют все методы. От писем в исполкомы до наглядных жалоб. Боровлян от слова бор. То есть это легкие, этой территории. Этому лесу этот лес гораздо старше, чем я. Мне 42 года, он гораздо старше. Вырубка деревьев прописана в генплане. На месте леса, граничащего с Опытным, по проекту должны появиться детский сад и школа. Минскому пригороду катастрофически не хватает этих учреждений. Но местные недоумевают, почему для строительства важной социальной инфраструктуры нужно разрушать экологическую. Какая необходимость строить именно в этом лесу детский сад и школу? Когда есть еще очень много мест по генплану Боровлян, где можно в первую очередь строить сады и школы. Да и если поискать, еще много земли на самом деле в Боровлянах. Вот целое пустое поле. Лес, который планируется вырубить, вот пустое поле, где можно перенести сюда школу и детсад. Там гектар 10, может 12, если не больше. Люди забили тревогу еще во время обсуждения генплана. Но отстоять не смогли. Мы были горды тем, что мы донесли свою информацию, то, что нас волнует вообще. Как прошло время, мы видим все опять по-новому. Жители Опытного объединились против рубки с населением Боровлян и собрали 6,5 тысяч подписей в защиту леса. Причем подписались и те, кто годами ждет очередь в детский садик. Садики нужны, но не вместо леса. Участок Боровлянского леса важен еще и с точки зрения природного разнообразия. Здесь обнаружены редкие для белорусы виды птиц и растений, занесенных в Красную книгу. И это еще один аргумент жителей поселка Опытный и Боровлян. Поселок Опытный и Боровлян входят в Минский район. У администрации своя позиция. Неоднократные встречи и объяснения. Здесь тоже за сохранение леса. Но другого участка попросту нет. А свободное поле, о котором говорят местные жители, до метра расчерчено в утвержденном проекте. Свободная площадка предусмотрена по строительству многоквартирной жилой застройки для нуждающихся в улучшении жилищных условий. На той же площадке также предусмотрены строительства детского сада на 230 мест и школы. Очередь в детские сады по Боровлянскому сельскому совету составляет более 5000 человек. Иных свободных площадок для размещения подобных детских, дошкольных и школьных учреждений на сегодняшний день нет. Что важнее, вопрос философский. Если для местного исполкома он уже решен, то жители пригорода Минска намерены бороться дальше. Обращаться в суд и писать в другие инстанции. Алексей Кряквин, Александр Зонов, Анна Мороз. Наши новости ОНТ.